Привет, друзья! Сегодня опять продолжим восстановительные работы по 676 фрезеру. Прежде чем снять суппорт, чтобы удобно было его отмыть и провести ревизию, нам нужно сделать еще одну операцию. Отшабрить вот эту широкую часть. Удобнее это сделать, пока суппорт стоит на станке. Шабрить нужно сразу две детали, направляющую и сам стол. В последующем нам нужно будет отшабрить ласточкин хвост и клин. Когда это сделать удобнее, я еще не знаю. В прошлой серии мы отшабрили V-образную направляющую, как на станке, так и ответную часть стола. Сейчас посмотрим, как обстоят дела с направляющей. Видно выработка вот в этом месте. Возьмите. Возьмите. Действия. Крайне согревающая, но занятие я вам скажу не для слабонервных. Крайне монотонная и требует большого терпения. Тут еще самое главное не испортить то, что ты шабришь. Нужно смотреть по выработке и шабрить равномерно со всех сторон. Иначе можно просто завалить плоскость. И давайте посмотрим, чего мы достигли за день шабрения. Посмотрим картину маслом. Ну что, великолепно. Теперь можно приступить к шабрению ответной части стола. Можно притирать, пришабривать. Нужно показывать не только свой успех, а также неудачные моменты. Вроде бы картина улучшается. Смотрите, широкая направляющая уже почти готова. Еще немного проходов в 5 и будет готова. Но допустил одну ошибку. Когда я шабрил стол, нужно было шабрить все вот эти три направляющие одновременно. Получается, когда я шабрю вот эту часть, геометрия уходит. И видите, уже пятна по верху, а внизу их практически нет. То есть угол немножко меняется. Поэтому нужно было сначала отшабрить все направляющие на суппорте. Как я сначала сделал вот эту V-образную обе части. А затем нижнюю широкую направляющую. И только потом приступать к шабрению стола и шабрить все три направляющие одновременно. Эту ошибку я уже почти исправил. Мне осталось около пяти проходов. Думаю, данная информация будет многим полезна. Исправил ситуацию и теперь можно видеть вот такую картину. Везде на всех направляющих, на всех плоскостях равномерные пятна. Надеюсь вам видно, на внутренней узкой направляющей также по всей плоскости присутствуют пятна. Для шабрения мы с игрой используем масляную художественную краску. У меня черная, сажа газовая. Великолепно справляется со своей функцией. Покажу вам как блестят пятна притертого металла. Со временем картина еще будет улучшаться при эксплуатации. Направляющие все лучше и лучше будут притираться друг другу. Ну что, пришло время снять суппорт. Все, докрутил до конца. Винт вышел из гайки ходовой. Надо как-то снимать теперь. Еще нужно вытащить клин перед тем как снимать суппорт. Подвинул станок. К сожалению, друга сегодня нет у Игоря, но очень хочется мне сегодня снять суппорт. Так что попробую сделать это сам с помощью лебедки. Есть! Суппорт снят. Как-то шустро пошло по сну. Еле поднял суппорт, есть повреждения. Еще раз повторяется истина, что спешка нужна только при ловле блох. Надо было ждать друга. Вчера расстроился, ушел домой. Сегодня уже следующий день и показываю вам что случилось. Во-первых, деталь в которой ходит рычаг переключения подачи. Его нужно будет восстанавливать. Также есть вмятина вот здесь на ласточкином хвосте, на внутреннем и вмятина на верхней V-образной направляющей. Все это все повреждения, но могло быть все гораздо хуже. Показываю все как есть, ничего не скрываю. На работу станка это не повлияет, тем более что направляющие здесь в очень плохом состоянии. Тут такое количество абразива, такое количество песка. Показываю состояние вертикальных направляющих, здесь без слез не взглянешь. Очень много мусора, стружки, абразива, ржавчины и сами направляющие в ужасном состоянии. Посмотрите какие задиры здесь миллиметровые, можно сказать. Ощущение, движение происходило по песку, ужас. Вот здесь сверху немного шабровка сохранилась, а внизу и следа нету, ни намека на них. С давних пор я привык все делать сам, но иногда без помощи друга просто не обойтись. Как и в этой ситуации, телодвижение в одно лицо могут привести просто к плачевным результатам. Можно сказать, что я обошелся в этот раз малой кровью и будет мне огромным уроком. Вот эти сколы на геометрию и на работу никак еще раз повторюсь не повлияют. Все это постараюсь восстановить, сгладить как смогу. А вот эту часть мы восстановим и будем паять. Так что ребята учитесь на чужих ошибках, не повторяйте их, не спешите. А вам я это показал специально, не хочу ничего скрывать, все показываю как есть у меня в мастерской на канале. Не только красоту надо показывать, иногда и такие случаи бывают. Можно видеть на вертикальных направляющих также присутствуют сколы. Это уже не я. Рабочей поверхностью любых направляющих является именно плоскость, а вот это острие вершина ни на что не влияет. Она видите здесь немного даже сошлифована. Причем по разному на левой направляющей слегка, а на правой вершину довольно таки сильно убрали. Торцанули наверно тоже были какие-то сколы. Плоскость второй направляющей намного лучше. Видно даже следы шабрения и нету столько задиров. Сейчас все разберу и замочу откисать в щелочном растворе. Кстати тут довольно таки ощутимый люфт. Попробуем. Вот так. Сonstитут. Собретаем. Продолжение следует... 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 Вырубили свет в мастерской, оставлю киснуть на ночь. Дополнительно подогреваю раствор кипятильником. Теперь главное с водой не выплеснуть младенца. Там 100% какая-нибудь маленькая деталь досталась. После химических ванн обязательно все детали нужно тщательно промыть водой и потом просушить. И так, господа, посмотрите какая роскошь! Все детали отмыты и уже сушатся. Последний раз они были такими чистыми, наверное, при первоначальной сборке. На первый взгляд можно сказать, что все хорошо. Все шестеренки целые. У некоторых есть небольшой износ. Не буду сильно оптимистичен по этому поводу. Выводы будем делать после окончательной сборки. Некоторые узлы требуют дополнительной разборки. Этот тоже пока я не смог разобрать полностью. Еще нужно вытащить шестеренку и гайку с этого корпуса и хорошенько прочистить все. Я очень доволен, как все отмылось специальной щелочной жидкости. Даже от первоначальной краски и грунтовки не осталось никаких следов, не говоря уже о масляных загрязнениях. Кому интересно, вот эта щелочная жидкость. Разводится 1 к 10 с водой. Это не реклама. Мне посоветовал эту жидкость мой друг Женя Койот. Он занимается ремонтами мотоциклов. Ребята, кто хоть раз в жизни занимался такими восстановительными работами. И дал старому станку вторую жизнь. Причем все довел до конца и не бросил на полпути. Лично от меня вам поклон. Потому что ну очень много работы. Причем не самой легкой. И честно говоря, до того, пока я не столкнулся с этими работами, я смотрел на все через розовые очки. Когда мне Игорь подарил станок, мне казалось, все пойдет гораздо быстрее и гораздо легче. И только сейчас я осознаю, сколько требуется труда, сколько требуется терпения, чтобы все довести до конца. Чтобы хотя бы собрать это все обратно. И все заработало так, как работало раньше. Не говоря уже о восстановлении геометрии станка, о шабрении, о покраске и куча-куча еще мелких работ. На сегодня у меня все, друзья. В следующей серии вас ждет продолжение восстановительных работ по суппорту. Спасибо вам за внимание. Скоро увидимся. Буду шабрить с дымком, как учили. О, процесс пошел. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.